Дорогие друзья, у нас на канале гость, совершенно исключительный гость, звать его Антон, Антон Мистеров. Так вот, черт за его исключительность. Вот вы часто мне в стриме говорите, как это можно пройти столько раз за один день. Вы вариваете все, Алексей Владимирович, вы не проходите на самом деле. Ну или что-нибудь такое, как, вот это да, да вы вообще монстр. Вот на самом деле, вот это реальный монстр, он 30 лет подряд, более-менее без исключений, там, пара исключений, да, было. Просто выиграл эту монку, 30 лет подряд. Вот, вот человек действительно, бегает еще, примерно в полтора раза быстрее меня, или даже в двое, на этой дистанции. Ну, между полтора и два, где-то. Вот, Антон, привет, сейчас Антон расскажет несколько своих любимых задач, а разбирать мы будем уже после на канале. Вот, давай. Сейчас, думал, с чего начать, для средних и старших, мы начнем с такой задачи. Вася бежит просто не обувь. Ого, 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 ого. Аси бежит, уже. Уже. Уже, уже спортивная тема, да. Он бежит первый круг. Размины шли, со скоростью 10 км в час. Не важно сколько круг будет, 400 метров, будет даже километр. Можно, чтобы не писать, сколько километров. Первый круг. 10 км в час. Разминаем. Вопрос. С какой скоростью Вася должен бежать второй круг? С какой скоростью? Км в час. Чтобы средняя скорость на всем маршруте, то есть на двух кругах, была, для средних и старших, как вы поняли, 20 км в час. Да, я прошу прощения, наверное, в Канане она уже была, но это как раз тот самый Антон, который я и говорил, что он автор этой задачи. Ну, может, кто-то ее не видел, у нас в последнее время в зоне записались. Те, кто не видели, думайте, попробуйте. Я с того же начинаю это изучать. По поводу двух чисел, что сумма равна произведению, это уже было, но это будет интересно для старших. А, решить это уравнение, да? Да. Сумма двух чисел равна их произведению. Указать все варианты в целых числах, да? Нет. Ну, можно для начала в целых, а потом не в целых. Ну, в смысле, ну в каких? Если не в целых, то в каких? Ну, в действительности, ну, в действительности. Ну, в действительности, это же в смысле просто написать там, как формула В, тут, наверное, какие-то ограничения, да, должны быть? Да, здесь, да. То есть, либо дробных, либо... Одинаковые цифры. А? Одинаковые цифры. Что? Записанные одинаковые цифры. А и В. А-а-а-а. Состоят из одинаковых цифр. То есть, они все-таки целые? Они могут быть значными? Да. Могут быть. Сейчас. Ну, в смысле, одинаковых цифр, но если они не целые, там идет после запятой какие-то цифры идут. Ну, там вот походу. То есть, может, разрешаются конечные... Лучше это не говорить сейчас, чтобы человек сам удовольствием нашел. Нет, нет. Кто там будет использовать? Что именно? То есть, просто, люди, значит, будут напишут, что а, работа на этой функции, и все. То есть, что значит... В десятичной записи. Да. Ну да. В десятичной записи. Десятичная, да, можно сказать, что у нас десятичная система исчисления. Создает из-за того, что... Следующая задача Богомедия. Для... Носок нажать просто несколькими кусочками. Это очень большое, но тут не передавим. Вторая.